В Нижнекамске 49-й микрорайон принято считать самым молодым. Он заселен в основном семьями работников городообразующего предприятия и продолжает расширяться. Строятся новые дома, жителей становится все больше и больше. Год назад в микрорайоне открыли школу и детский сад, но на всех их не хватает. Поэтому главный вопрос, который звучал на собрании с главой района, когда же появятся новые образовательные учреждения. Уже начали строительство двух детских садов, и один из них будет расположен в 49-м микрорайоне. Он будет аналогичный детскому саду. Мы, который входят в общеобразовательный центр 47-го микрорайона, и второй будет в 49-м микрорайоне. Помимо школы и сада, для жителей этого микрорайона необходим и общественный центр. По словам главы района, в этом плане работа уже началась. Новый штаб появится по адресу строителей 59. Мы забронировали две квартиры, две четырехкомнатные, по-моему, квартиры. Да, дело за малым 9 миллионов на приобретение этих квартир, выкуп этих квартир у государственного жилищного фонда и оснащение, ну и запуск эксплуатации. Интересной темой вечерней беседы стал вопрос о электрическом транспорте на территории микрорайона. По словам депутатов, трамвайную ветку здесь пустят. Для его строительства необходимо более одного миллиарда рублей. Известно, что новая ветка южная будет протяженностью 12 километров и добавит к существующим маршрутам еще 7. Таким образом, пассажиропоток увеличится до 20 миллионов человек в год. Но когда он появится, пока неизвестно. В конце 2018 года уже познакомились с проектно-смертной документацией, получены положительные заключения. Министр экономики тоже не остался без вопроса. Жителям 49 микрорайона, как работникам акционерного общества, было интересно дальнейшее развитие нефтехимического комплекса в Нижнекамске. Нижнекамск является одной из главных точек роста в целом промышленности и в целом экономики всего Татарстана. С этим связано и то, с чем мы планируем в ближайшее время. Уже давно работаем ряд таких инфраструктурных вопросов. Часть из них решается, скажем, по дорогам. Часть из них, в том числе, по новому мосту обход Нижнекамска. Это такая большая системная проработка в районе села Соколки. Находится в проработке с нашими коллегами из федеральных министерств. То есть, помимо непосредственно развития самого промышленного комплекса, также предусматривается и развитие соответствующей инфраструктуры. Также Айдару Медшину задали вопрос по поводу освещения территории, благоустройства дорог, оплаты за детский сад, новых рабочих мест в городе и на промышленных предприятиях. Со всеми проблемами мэр Нижнекамска обещал ознакомиться более детально. Мы же, в свою очередь, будем следить за дальнейшими событиями.